Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, вводится новый порядок въезда в Приморье. Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 районов, как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня. Такое решение вынес региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Как пояснили в оргштабе, на борту воздушного судна или в аэропорту Владивостока будет продолжено анкетирование по форме, установленной Роспотребнадзором, лиц, прибывающих на территорию края, из других регионов РФ и из-за рубежа воздушным транспортом, с последующим представлением заполненных анкет специалистам санитарно-карантинных пунктов. 7 июня такое правило распространяется и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адрес проживания. После заполнения анкет при отсутствии признаков ОРВИ гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин. Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. У нас регулярно проходит ВТС с Министерством просвещения об особенностях проведения итоговой аттестации в 2020 году. И особенности эти будут заключаться в следующем. Сроки проведения идеи размещены уже на сайте Минпросвещения. Несмотря на то, что это проект, у нас заверили, что эти сроки будут, кстати, уже подтвердили, значит, 29-го числа, вроде начинается идея, но это будет проводиться апробация. То есть в этот день экзамены сдавать никто не будет. Задача наша – будут задействованы все пункты проведения экзаменов для того, чтобы проверить именно техническую готовность наших пунктов проведения экзаменов, наших педагогов. Потому что мы понимаем, нам нужно отработать и вопросы входа, и дезинфекции рук детей, и термометрии. То есть как это будет по времени для того, чтобы экзамен не был затянут. Второе, чем будет отличаться, безусловно, это рассадка. Если раньше обычно в классах у нас сидело по 15 человек, то сейчас у нас обязательно выдерживают дистанцию от полутора метров. Мы понимаем, что это будет неказиднообразная рассадка. По нашим предположениям, будет по 9 человек в классе. Других каких-то изменений глобальных для участников процесса, именно технических, в общем-то не будет. Они этого не заметят. Я напоминаю, что у нас сдавать ЕГЭ будут те дети, которые будут поступать в ВУЗы. В связи с этим есть некие изменения в подходе, скажем так. Если раньше ребенок не сдал русский язык, но сдал математику, он мог пересдать. Если он не набрал нужное количество баллов, он мог пересдать. Сейчас этой возможности выпускник у нас будет лишен. То есть если не набирается минимальное количество баллов по русскому языку, которое положено, пересдать экзамены будет невозможно. Поэтому это должен быть четкий и понятный настрой. Вместе с тем, если раньше ребенок не сдавал экзамены, он оставался без аттестата. Я напоминаю, что у нас аттестаты получат все еще до того, как они пойдут на еде. Поэтому в любом случае ребенок будет с аттестатом, но не сможет претендовать на место в высшем учебном заведении. Поскольку часть ВУЗов будет принимать документы в режиме онлайн, то есть наша задача при выдаче аттестатов, то есть их выдать своевременно, до 15 июня у нас стоит срок, и загрузить их. У нас есть электронная база ФРДО для того, чтобы сайт госуслуги мог их прочитать, и дети, обращаясь в это заявление, могли реализовать свое право на поступление в высшее образовательное учреждение. И выпускники прошлых лет, возможно, их тоже волнует вопрос, то есть кто-то планировал сдать экзамены. Если дети внесены в базу, если они прошли итоговое собеседование, написали сочинение, значит, они получат тоже просто аттестат, им не нужно будет сдавать экзамены. У нас есть резервные дни, значит, резервные дни, вот я по-русски объяснила, что это не для пересдачи, резервные дни для того, поскольку рассадка будет более редкая детей, то есть, возможно, у нас не смогут все сдать в первый поток, либо у кого-то совпадают экзамены будут на один день, тогда мы их будем пересдавать, ну, сдавать в резервный, не пересдавать, а сдавать в резервный день. В Артеме завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в совершении разбойного нападения. По информации следствия 17 апреля текущего года, жительница Артема со своей подругой распивали спиртные напитки. Алкоголь закончился, деньги тоже. Проблему злоумышленницы решили по-своему. И тогда у них возник коварный план нападения на кого-нибудь из лиц, у кого имеются при себе денежные средства, для чего они на рынке приметили данную женщину преклонного возраста престарелого, которая не способна была бы им оказать активное сопротивление. Потерпевшие по уголовному делу являются ветераном труда и членом общероссийской общественной организации «Дети войны». В годы войны она находилась с оккупацией. В ходе расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных на рынке. На них видно, как две женщины караулят свою будущую жертву. Так, проследив за ней от рынка до дома, в котором она проживает, напали на нее в подъезде и забрали ее личное имущество и денежные средства в размере 4,5 тысяч рублей. Похитив денежные средства, они скрылись вместо совершения преступления и потратили их на спиртные напитки. Благодаря совместным усилиям сотрудников Следственного комитета и полиции в ходе расследования личности обвиняемых были установлены. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку задержана группа граждан, подозреваемых в серии хищений чужого имущества из офисов и складских помещений различных организаций и частных лиц. Злоумышленники не брезговали ничем, уносили все, что находили – велосипеды, продукты питания, аккумуляторы, технику. В офисах они вскрывали сейфы и совершали хищение денежных средств. Все члены группы уже имеют судимости за совершение имущественных преступлений. В отделе полиции они дали признательные показания. Большую часть похищенного имущества фигуранты успели реализовать, остальное изъято сотрудниками полиции. Установлена причастность подозреваемых к 8 эпизодам противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил миллион рублей. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok